Здравствуйте! Меня зовут Жанна. И я сегодня покажу как я именно разбираю шейный карбонат. Это мой метод разборки. У меня шейка. Купила на базаре. Я ее мыла уже в воде. Ну и сейчас покажу. С этой шейки у меня получится мясо для шашлыка, которое я буду готовить и на котлеты. Режу довольно такими толстыми кусками, чтобы потом можно было эти куски разрезать на шашлык. Вот так. Отделяю от пленочки. С такой шейки примерно получается кусков 30 шашлыка. Чистого, без жира, без пленочек. Я люблю его очень чистый. Тогда шашлык получается хороший. Ну а такие маленькие вывески я для фарша оставлю. Ну вот. Это будет не шашлык. Здесь тоже еще можно выбрать карбонат. Несколько кусочков пожарить, если хочется. Вот так. Вот такими кусочками. И так всю шейку, потому что я использую в основном для приготовления только шейку, она очень выгодна, мне нравятся чистые красивые мясные кусочки, сочные всегда получаются и шашлык очень хороший. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот такие красивые кусочки вот и получаются. Потом в следующем ролике я покажу как из этого же мяса я делаю котлеты. Шайка очень красивая. Можно конечно еще, я слишком богато ложу мясо, можно еще разрезать там для гулеша, для плова кусочки мяса. Я очень долго приспосабливалась, каким образом можно разобрать шейку так как я хочу. Вот и это мой метод. Вот. 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 Вот что получилось из шейки. С этого я сделаю шашлынь, а с этого будет у меня молотое мясо. Фарш промолю. Здесь конечно можно было, очень остались такие красивые кусочки, можно было еще разделить и для гулеша. Так что получается очень много. Почти половина получилось бы вам чистого мяса для гулеша и еще для молотого. Вот так вот получается шейка свинная. Вот.